Привет, дорогие друзья! Хочу поделиться, сделать такую трилогию относительно вещей духовной войны. Со всех сторон, здесь, в Южной Африке, и некоторые ребята из России задают вопросы, делятся своими переживаниями относительно духовной войны, делятся каким-то своим опытом, который, в принципе, очень и очень я ценю. Ну, а также замечаю некоторые вещи, которые воины Божьи просто не понимают. И это непонимание, оно настолько на элементарном уровне, что, если не разрешить вопросы вот на тех уровнях, тяжело будет идти куда-то глубже и развиваться непосредственно в этой сфере. Ни в коем случае! Упаси Господи! Я не претендую быть специалистом в духовной войне и быть специалистом в учении духовной войны. Хотя, не претендуя быть специалистом, я поделюсь, может, в будущем некоторыми вещами, где я вел определенные духовные битвы 12 лет. И это не были какие-то краткосрочные, кратковременные вещи. Были короткие битвы и были длительные. И некоторое время я просто не делился этими вещами, но теперь я вижу, что время приходит и необходимо. Сразу предупрежу, конечно, некоторые вещи будут, как всегда, странные для вас, но изучайте Священное Писание и смотрите, как они высвобождены в Священном Писании. С некоторыми вещами вы не согласитесь, это нормально. Это нормально. С некоторыми вещами, я верю, вы согласитесь впоследствии. Потому что сейчас просто эти вещи, которые я хочу поделиться, они рубанут ваше понимание духовной войны, которая уже сформировалась и которая сложилась, может, даже годами. И некоторые вещи могут быть для вас оскорбительными. Не принимайте их близко к сердцу. Обращайтесь к Господу. Если это от Господа, Он это подтвердит. Если вы считаете, что что-то не соответствует воле Божьей, то тогда не принимайте это. Вот и все. Вот и все. Но я считаю нужным и обязательным поделиться некоторыми вещами. Я лично в духовной войне не теоретик. Я практик. Сейчас очень много теоретиков, но опасно теоризировать, если можно так выразиться, какие-то вещи, не имея достаточно ценного опыта, которым можно делиться в той или иной сфере. Итак, первая тема. Первая тема. И, конечно же, основные моменты, от которых мы будем отталкиваться, это знаменитое местописание всех тех, кто движется в духовной войне. Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Потому что наша брань, битва, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. И, конечно, важно то, что есть четыре уровня здесь, которые замечаются, поднимаются и говорятся. И эти четыре уровня, они якобы известные. Якобы известные. Сейчас я открою посмотреть еще раз с греческого. Но это подоплека. Я не изучаю это местописание. То, что я хочу сказать, это совсем с другой стороны подойти. Но, опять-таки, это местописание я открыл, потому что оно очень важно. И мы неоднократно, дорогие, будем приходить в это местописание. Итак. Итак. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств. Архи, начальство. Начальный угол. Первый. Магистрат. Сила. Начальная сила. Начальное правление. Управление. Начало. Начальство. И почему-то угол. Угол. Это мы потом рассмотрим, чем, кем и как занимаются эти ребята. Потому что смысл сейчас не в этом. Поехали дальше. Начальство. Затем мы смотрим. Власти. Слово эксузия. Греческое слово. Влияние. Власть. Юридикция. Власть. Сила. Право. Мощь. Власть дает право. Использовать силу. Это эксузии. Поехали дальше. Дорогие. Против. Властей. Начальств. Против. Мироправителей. Тьмы. Века. Сего. Против мироправителей. Космократор. Кратос. Это сила правления. Космо. Космическая сила правления. Или сила правления миропорядка. Определенный порядок правления миром. Или определенной системы. Это системные духи. И духи злобы поднебесные. Против духовной пневматикос злобы. Понырия. Зло. Злоба. На высоких местах. Не в поднебесе. Мы уже говорили. А на высоких местах. Эураниус. Небесных местах. Или высоких местах. Когда я сталкиваюсь с некоторыми людьми. И мы общаемся относительно духовной войны. Они говорят о разных уровнях демонических существ. То есть, есть мнение, что это разные уровни и градации демонов, которые здесь и в Ефесянам 6.12 написаны. Демонические начальства, демонические власти, демонические мироправители и демонические духи в небесных сферах. И, соответственно, воюя в этой сфере, они воюют, как они думают, с демонами. С демоническими существами, с демоническими личностями. Они воюют так, как они могут, так, как они знают. Они используют имя Иисуса. Они используют кровь Агнца. То есть, те оружия, которые мы знаем, как они должны использоваться. И насколько мы имеем откровение об этом, мы используем это. Нет проблем. В чем заключается разница? Разница заключается в том, что в 6 главе Ефесянам 12 стихе описываются основные четыре градации. Но сразу скажу, кто знает духовные вещи и кто знает духовную войну, что каждая из этих градаций, начиная от начальств, властей, мироправителей и духов злыбы поднебесных, не переходит непосредственно в другую градацию, но имеют по крайней мере 9 или 12 подуровней. Через которые осуществляется цепная реакция правления. И когда мы говорим о начальствах, когда мы говорим о властях, и когда мы говорим о мироправителях, тьмы века сего, чаще всего, и что имеется в виду здесь, не имеется в виду демоны, не имеются в виду бесы, не имеются в виду нечистые духи, не имеются в виду злые духи, а имеются в виду падшие ангелы. Падшие ангелы. Есть люди, которые соединяют все вместе и считают, какая разница, падший ли это ангел, или это демоническая личность, демоническое существо, или злой дух. Какая разница, они все собрали воедино и таким образом воюют. Но разница между демоном, злым духом, нечистым духом существует в Писании, и разница между ними и падшими ангелами существует. Брат Дмитрий, дорогой, к чему ты ведешь? Я веду к тому, что в духовной войне драгоценное ты не можешь воевать с падшим ангелом, так как ты воюешь с демоном. Просто не можешь. Протокол военный, законы военные, они совершенно другие, когда мы воюем с падшими ангелами. Поэтому это не демонические существа высшего уровня, а это падшие ангелы, которые здесь упоминаются. Поэтому зачастую люди применяют протоколы Царства Божьего, протоколы власти и силы, которые необходимо применять против демонов, автоматически проецируют это на падших ангелов. И результат их духовной войны никакой. Они много шумят, они много кричат, они много провозглашают, но они даже не знают, с кем они обращаются и как обращаться в той или иной случае, с той или иной личностью. Все это, конечно же, есть в Священном Писании. И мы этого не избежим. То есть, еще раз повторю, мой основной момент, что ты не воюешь с падшим ангелом так, как ты воюешь с демоном. Давайте в этой сессии, и мы сделаем несколько сессий, чтобы, я верю, какие-то вещи лучше усваивались. давайте посмотрим на демонов, бесов, нечистых духов, злых духов и так далее и тому подобное. Нечистый дух в Священном Писании называется пневмо акатартон. Акатартон. нечистый дух. Я верю, эквивалент этого руах тумах. Это еврейское. Давайте посмотрим в книге Откровения. Мы будем смотреть в Писании. 16 глава драгоценные, 13 стих. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Подобных жабам. То есть когда Иоанн увидел как выглядели нечистые духи, они выглядели подобно жабам. Давайте посмотрим 16, что у нас здесь. 13. Поэтому нечистые здесь акатартон, акартос, то есть нечистые множественное слово, нечистый дух, акатартон, акартос, чуть ли не как портос, армис. здесь нечистые духи, подобные жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. То есть у них есть определенная функция. Это бесовские духи. слово духи здесь демон. Поехали дальше. Есть нечистые духи, но также Писание говорит, что есть нечистые места. И нечистое место связано с нечистым духом. И там, где будет обитать нечистый дух, это место соответственно будет нечистым. Это понятно. Откровение 18 глава 2 стих. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, Пал, Пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем местом всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Слово греческое для злых духов пневмо понерон, для демона даймонион. Мы также видим, что есть определенные духи, которые называются пневмата планы. Это написано в последние дни люди отступят от веры внимая духом обольстителем и учением бесовским в Тимофее. Вот вот эти духи также находятся там. И это также в первом Иоанна 4 4 6. Давайте посмотрим первое Иоанна 4 6. Я тут и смотрю и общаюсь с вами дорогие. 4 6. Написано о духе истине здесь и о духе планы, о духе заблуждения и как они непосредственно познаются. В Ветхом Завете слово об говорит о фамильных наследственных духов. Сейрим говорит о волосатых духах. Сейр как волос. Косматые будут скакать там. Откуда еврейское слово в Торе сатр сатиры. Существа которые наполовину люди наполовину козлы. То есть демонические существа. Поехали дальше. Священное Писание также в Новом Завете говорит о пневмо астынияс. Пневмо астынияс это духи немощи или немощные духи или духи слабости или духи бессилия. И вы знаете места Писания женщина у которой был дух немощи и которая была скрючена. И Иисус возложил на нее руки и он говорил что сатана связал эту женщину и он высвободил его. Также есть дух под именем пневмо алалон что значит бессловесный не способный говорить дух немый и глухий да у которого с которым у мальчика у одного была проблема которого Господь освободил. давайте посмотрим давайте посмотрим в некоторые места также Ветхого Завета чтобы мы имели представление. Давайте посмотрим Второзаконие 32 глава то есть мы идем по порядку чтобы разбирать духовную войну 32 глава 16 17 стихи Второзаконие 32 16 17 что там написано читаем богами чуждыми они раздражали его и мерзостями разгневали его приносили жертвы бесам жертвы бесам а не богу богам которых они не знали новым которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы наши давайте посмотрим на некоторые слова здесь здесь говорится о странных богах и слово ЗУР в свое время мы это разберем по буквам но пока в общем чтобы не теряться ЗУР потом говорится о мерзких богах ТОБАХ это мерзости то есть эти так называемые ЗУР они мерзкие связанные с мерзостями они кодили шед или шедим разные вариации это слово также для бесов шед шейд демоны или дьяволы если так можно выразиться и новые боги и которые пришли поехали дальше где можно еще прочесть давайте посмотрим Исайя 13 глава 21 стих Исайя 13 21 не знаю надеюсь интересно потому что это не просто так ради просто знания какого-то открыл у себя но здесь Исайя 20 13 21 в двух местах открываю поэтому происходит определенная задержка но будут обитать в нем давайте с 19 нечистое место и нечистые личности там не засели и вавилон краса царств гордость халдеев будет не спровержен богом как садом и гамора не заселится никогда вот она участь вавилона и в роды родов не будет жителей в нем не раскинет аравитянин шатра своего и пастухи со стадами не будут отдыхать там но будут обитать в нем звери пустыни и домы наполнятся филинами и страусы поселятся и косматые будут скакать там значит в этой 21 главе упоминаются определенные косматые которые будут скакать там и эти косматые это сатиры сатр то есть мы понимаем когда здесь говорится о животных здесь говорится о демонических существах также о странных животных где написано что домы наполнятся филинами страусы поселятся звери пустыни это странные звери необычные звери ох так называемые которые также демонические личности демонические существа которые здесь в этом месте писания и имеется ввиду вторая паралипоменон 11 15 вторая паралипоменон 11 15 читаем друзья и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам которых он сделал козлам к сатирам то есть он взял и он воплотил идол сатира и поставил идолов и он выглядел как сатир прямо конкретно как демон давайте посмотрим на псалом я верю скорее всего 105 36 стих служили истуканам и истуканам их которые были для них сетью 37 и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам то есть мы видим упоминание бесов оно оно в ветхом завете идет давайте посмотрим в оригинале какое слово там слово там шед или шадим потом разберем что это ну какие функции непосредственно этих личностей давайте еще последнее местописание посмотрим последнее местописание это первое царство первое царство первое царство дорогие 18 глава 10 стих и было на другой день напал злой дух от господа это отдельная тема разбирать ее будем позже посмотрим позже как злой дух от господа как бы посланный от господа может прийти это разберем позже но слова здесь раух рах название этого злого духа раух рах ни шед ни сатр итак дмитрий к чему все это кино к чему все это то что ты говоришь мы видим есть разные имена для злых духов для демонов для бесов для нечистых духов как ветхом завете так и в новом завете которые описывают разные функции этих духов мы не упомянули дух питона пневм пневмо пифиа и другие и других духов но мы видим различные градации и для кого-то это может быть одно но мы видим что демон злой дух нечистый дух дух немощи могут отличаться у них у каждого свои пути у них у каждого свои мысли у них у каждого свои действия и свои функции и у них есть градации среди них есть сильные чаще всего сильным будет дух привратник или дух который первый вошел в человека или дух который в своем подчинении имеет сильных но мы понимаем демонические уровни это не просто демоны они также имеют под уровни и на каждом из этих уровней есть свой сильный что же на самом деле объединяет их злой дух нечистый дух демон бес что объединяет их это личности которые не селестиал не в небесных сферах действуют а терестиал в земных сферах действуют это личности цель которых войти в человека и непосредственно либо войдя в него изнутри либо находясь рядом с ним и влияя на него извне украсть убить и погубить это личности которые непосредственно участвуют в непосредственном контакте с людьми мы также с ними непосредственно воюем происхождение падших ангелов и происхождение вот этих ребят оно отличается некоторые считают что демоны это падшие ангелы это конкретное заблуждение которое совершенно не поддерживается священным писанием поэтому люди не понимая этого и применяют техники против бесов и направляют их против падших ангелов которые не работают в духовной войне и в духовной практике но позвольте мы драгоценные и возлюбленные пойдем дальше эти злые духи они прикованы к земле они пехота среди них нет генералов как вы их будете видеть вы будете их видеть если господь будет показывать вам их вы будете видеть их как жаб как змей как скорпионов как ящериц как нечистых птиц как нечистых млекопитающих как насекомых саранчу или что-то другое или комбинацию их то есть они могут выглядеть хвост от одной сущности голова от другой туловище от третьей но мы специфически об этом также будем говорить как называются эти сущности и так далее вот поэтому когда их видишь в духе либо когда служишь в освобождении либо когда Господь дает развлечение когда это какое-то нечистое место их именно так и увидишь но падшие ангелы начальство власти силы и господства так не выглядят они не выглядят как змеи не выглядят как жабы они не выглядят так их устроение и внешний вид совсем другой и пусть это как по нарастающей идет итак как мы воюем с нечистыми духами со злыми духами с бесами с демонами которые в принципе связаны но которые также отличаются по имени и по функции которые в принципе связаны потому что служат одному господину но тем не менее имеют свои функциональные отличия и свои группы и свои сабдивизии свои подуровни на каждом из них есть определенный свой сильный который непосредственно взаимодействует с человеком и их цель тело как мы воюем с ними молитва ходатайство провозглашение пророческое слово власть в имени Иисуса именем моим будут изгонять бесов и соответственно демонов и соответственно злых духов и соответственно нечистых духов и соответственно духов заблуждения и т.д. и т.п. то есть как с ними непосредственно разбирался Иисус Иисус непосредственно с ними разбирался используя власть непосредственную власть Мы разбираемся с ними конкретно, используя власть в имени Иисуса Христа, будь то непосредственная конфронтация. Когда мы изгоняем их с определенных мест или с определенных людей, или в молитве определенной или в провозглашении мы не спровергаем их. Конечно, они самые слабые территориальные духи, они находятся на территориях, но они не контролируют территории. Они контролируемы более высокими уровнями духовных личностей. Большинство духовной войны, которую сейчас непосредственно ведет церковь, я не говорю специфически. Есть люди, которые движутся в более серьезных уровнях духовной войны, но в большинстве из-за всеобщей незрелости, основной незрелости церкви, большинство наших битв, они в этой сфере. Мы поем, что мы в поднебесе войну ведем, но мы толком не знаем, как вести войну в поднебесе. И в основном в своем случае мы ведем войну на земном, непосредственном земном уровне. Каково происхождение бесов, демонов, злых духов? Некоторые говорят, они были на небесах, и это вот эта одна треть падших ангелов. Что, соответственно, вообще не соответствует реальности Слова Божьего. Специфически Писание ничего не говорит о их происхождении. Книга Еноха говорит об их происхождении. Есть люди, которые не принимают книгу Еноха как авторитетный источник, с которого можно черпать. Я с этой точкой зрения не согласен. Почему? Потому что если они принимают как авторитетный источник, например, Рика Джойнера, Джона Пола Джексона или других известных пророков, ссылаясь на них и познания их духовного мира, в этом нет ничего неправильного. Я тоже ссылаюсь на Рика Джойнера и на некоторые, ну, Джона Пола Джексона и так далее, которые Господь поставил. Но мы знаем, что из книги Еноха конкретно несколько мест Писания находятся в Новом Завете. И книга Еноха цитируется Иудой и цитируется Петром. Конечно же, я не буду базировать свои учения на книге Еноха. Конечно же, я не буду говорить, откройте, братья и сестры, книгу Еноха, 3 глава, 5 стих. И, конечно, я не буду подшивать ее в Библию, но есть определенные моменты там, на которые я буду ссылаться. И я верю, это мое мнение, я верю, что книга Еноха конкретно, четко и ясно описывает возникновение демонов. И нечистых духов, что это духи гигантов, нефилимов, рефаимов, которые были уничтожены, но, которые были смесью, и бесы и демоны, это... Я не буду сейчас цитировать непосредственно книгу Еноха, где это сказано. Я верю в возникновение бесов таково. Бесы, демоны и злые духи не пришли с неба. Они были на земле. Ну, я имею в виду, были эти нефилимы, гиганты, на земле. Они были уничтожены физически. Но их производная осталась, как эти разные градации нечистых духов. Они когда-то жили в теле, вот почему они всегда стремятся в тело. Вот почему совершить свою злую работу они могут лучше всего, находясь в теле кого-то. Вот почему лучше всего они функционируют, находясь в теле. Поэтому они пытаются войти в тело, обладать телом, или, по крайней мере, и душою, или определенной частью тела и души. Воюем ли мы с ними? Да, наша духовная война непосредственно связана с ними. Это самый низкий уровень духовной войны, который доступен всем и каждому, кто уверовал. На этом эту сессию мы закончим. И давайте продолжим, дорогие, в другой сессии. Благословений всем вам!